Нас ждали увлекательные полуфиналы Евро 2020, но благодаря чему добываются победы? Конечно же, благодаря тренировкам или помощи шведов. От этого никуда. Именно на тренировки мы решили заглянуть накануне матчей. А пока мы в пути, у вас есть время поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. Может, еще крикнуть его название с балкона успеете, но это уже по желанию. Проанализировав наши матчи, я заметил, что наши нападающие не реализуют очень много моментов. Поэтому на полуфинал выйдем без нападающего. Ну, такая себе идея была. Ты что, играешь без нападающих? Тебя что, мои ошибки не учат? Чтобы были голы, нужен тот, кто умеет забивать. Но у меня есть только Марата. Да, он как граната из брата 2. Осечка 50%. Но это хоть что-то. Тренер, может моя очередь встать на ворота? Я же номер один. Давид, мы в плей-офф постоянно доводим все до серии пенальти. Ты же это заметил? Уловил? Нет. Как-то прошло мимо меня. Вот именно. А какая твоя тактика на пенальти? Прыгнуть в любую сторону и отпустить ситуацию. Вот именно. Эх. Опять не уловил. Помните принцип сборной Италии? Это принцип Бати. Забил гол, сделал дело, значит можно полежать. Белиссимо. Еще какие-то задачи? В атаке больше пасуем на инсинье. Соперник подумает, что это ребенок Болбой и не будет отбирать у него мяч. Скорее! Ему нужна помощь! Что с ним? Ему нужна подушка помягче, а то неудобно лежать. Подушки мне будет мало. Мне нужен двойной бонус для новых пользователей. 500 гривен ставки без риска и до 4000 гривен на депозит. Так это все есть у друзей Коси Газон. Ставка без риска. Идеальный вариант для новых игроков. Парни, помогите нам советам против сборной Англии. Вы уверены, что пришли по адресу? Говорят, надо учиться на чужих ошибках, а у вас их было минимум 4. 5. Когда решили закончить раньше чемпионат, чтобы провести более длинные сборы. Хе, а все в итоге ко второму туру уже были уставшие. Рекомендую выходить на поле вовремя, а не задерживаться в раздевалке на пару минут. Так, так хоть ша было 2-0. Вот это интересно. Интересно? Олимпик снимается с чемпионата Украины. Вот это интересно. Да кому это интересно? Уходи уже. Будешь знать, как матюкаться. Бляха, а что, уже материться нельзя? Может, хотя бы на английском можно? Парни, может, что-то еще скажете? По личному опыту скажу. Опасайтесь стерлинга. Да, он очень юркий. Я не об этом. Как вспомню, аж трясет. Бррр, ничего не понял, но и на этом спасибо. Андрюша, молодец. Идешь по моей схеме 2006 года. Осталось только, чтобы англичане Евро выиграли. А вы напишите в комментариях, кто из команд Евро завоевал ваше сердце. Безумная Дания, боевая Швейцария, чемпионы Италия или, может быть, кто-нибудь другой. Никто не видел стерлинга? Нет, не видел. Где-нибудь на колене стоит, наверное. Странно, почему он пропускает тренировки. О, Рахим, где ты был? Были дела. Помните принцип сборной Италии? Это принцип Бати. Забил гол, сделал дело, значит, можно полежать. Белиссимо. Так, запомнил. Так вот о чем говорил тот пожилой мужчина во вратарской форме. Натурализовал бы этого парня. Схватывает мои установки даже лучше, чем мои игроки. Так обидно, что из-за Евро на наш Кубок Америки всем плевать. А у нас же тоже финал на днях был. А, ты из-за этого плачешь? А я просто увидел тебя в слезах и как-то автоматом полилось. На этом все. Как только этот выпуск наберет 2000 лайков, мы выложим видео про финальный матч Евро 2020. А вот, кстати, комментарии под последним выпуском, которые нам понравились больше всего. До скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok